Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 590. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 25 июля 2017 года. События местные, не всемирные рассматриваем. Вчера закончили работу на втором мостике. Я промерил ее шагами, ну просто как человек шагает. Метра-то не было. 240 метров дамба. Закончили, подняли в некоторых местах больше метра. Ну естественно, нарисуй себе пирамиду высеченную. И вверху напиши 4 метра. Вот 4-х метровую ты поднимаешь, она вертикально кверху не пойдет. 4 метра-то. Ну вот возведи ее прямо вертикально, то от нее вниз параллельно боку. А бок стоит, естественно, обрушение земли. Там может до 60 градусов. И вот теперь смотри, сколько надо туда толкать ей. Больше 100 метров. Больше 100 метров. В один конец ножом уйдет медленно-медленно. Целую неделю там пробыли. Неделю. Ну считай, один день он даже 14 рабочих часов. За час плачу ему полторы тысячи. Тут горим буквально, но никак нельзя бросить. Вернулись вчера по милости Божией. Целая невредимая. Ну тут свои события были. Все уехали в вторник. Могочный день. Игорь Терентий. Я говорил, чтобы Терентий помог привезти бут. Запасной должен быть в двух местах. А они посадили. Ну мальчишка, брата их, Еремия. Задний ход. Трудно давать. Груженая машина. И она засела тут. Прямо прошел легко. А на задней скорости сел. Потому что где надо газ дать? Где что? Это же опыт. Но все-таки сумели вытащить. Кое-как. Вот вернулись. Планируем сегодня на Рыжковский пруд. Потом тут по деревне хватает еще работы для бульдозера. И тогда уже отдавать рассчитывается. Никита обслуживает нас к двум часам. Ну так бывает даже пораньше на 20 минут. Привозит обед. По очередности в деревне готовит для бульдозериста три раза. К утру, к шести утра. Днем вот к нам к двум часам. Ну не заранее, по второму готовят. Он на велосипед и едет к нам. Привозит. Хорошо. Это удобно. Так привыкли уже. Но сегодня на Рыжковске. Уехала Сергеева Марина. Вчера билет там, говорят, в Барнауле. Здесь не смогли. Какая-то причина. А Роман Малыш тоже уехал. И в это время надумали привезти камень. Вот вы. И вот это тоже для нас событие большое. Одна машина грузовая, самосвал и та засела. Созвонился. Кое-как дозвонился. Да ребят срочно всем оттуда выезжать. Вытащить машину. И больше ребенка не садить. Малец совсем. И на этом-то и разошлись. Сейчас, сегодня я узнаю, какие последствия. Вот сказал тут на подходе у себя ребятам сделать. Брать и дорожку засыпать. Возвысить ее. Она ниже сделалась. Входим к дому. И поэтому вода стоит. Обходить приходится. Других событий таких никаких. Как будто и нету. Считаю 31-го. Кого уже. Несколько дней осталось. Королевы из Канады улетают. Тут останется у нас совсем мало. Ну все, что нужно было, сделали практически. Ухожу всегда, наказы даю. Потом проверяю, прихожу. Встаю утром. Забрался ежик. А может я его сам запустил. Оставляю, что? Может быть и не один. В сене. Оставляю кошкам. Партерелку полную. Встаю чистенькие. Ничего нету. Сейчас решил держать открытые. Потому что не давать. Иначе они привыкли есть. Себя не обиходят. Они погибнут. Первый же мороз. Им деваться некуда. Где-то тут среди вещей прячутся. И сейчас вот открыл дверь. Настя же открыта. У сеней. Что ему есть нечего было. И он вышел. Не могут найти, где он спрятался. А что он серенький? Выходим из храма. Кто-то видит ежик маленький. И перевернулся. Уже лежит кусочек. Просто кругленький. Баба Сера Пима рассмотрела. Зачем на дороге-то раздавят. Его палочкой катит. И он там. Вот как катится. Шарик какой-то. И она к забору подкатила. Палочкой своей. Так интересно. Дожди, дожди. Но вчера не было как-то. Почти каждый день. Только когда надо было. Ягоды посохли. Засуха как была. Можно сказать. Засушливая. Вчера надо торопиться. Уже маленькое время не было. Кто бы так посмотрел. Сказал. Неужели это. Ноги-то плохо шевелятся. Сгибаются. И все равно я побежал к Никите. А наверху у него. Ласточки в двери залетали на веранде. Я говорю. Закрой ее. Не на веранде. А на балконе. А стекла выставили. Выставили мы одной стеклышкой. И ласточка нашла ход. Стала туда залетать. А то к ней прямо туда. Соколок залетал. Прямо на второй этаж. На второй этаж в комнату. А тут нет. И пошел узнать. Ласточка-то вылетели. Вылетели. А почему? Папагатка внизу сильно загажена. Значит они вылетели. Вылили и вылетели. Тут ласточек очень много. Очень. Вот у Истинова Владимира. У него кажется 6 или 8 гнезд. Только. Ну как заходишь. Как назвать даже не знаю. Вроде бы. У нас назвали пригон. Как Володи Сене. Там 6 гнезд. Представь себе. И в каждом по 5. А то вот сколько их будет. Костра конечно никакого уже нету. Ребятишек мало. Сведения есть. Вот нападают. Интересно. Нападают. Видно ничем не занимаются. Но я от выставляю каждый день 10 до 12 роликов. Сегодня 11 выставил. То что у нас есть. Ну. Посещаемость. Слабенькая конечно. Но однако есть. Приходят и отругаются. Я больше никогда сюда не приду. Этот старик там такой. Я старик. Значит там он молодой видно. И не приду сюда. И лежу. А я по почерку уже вижу. Никуда уйти он не может. Да зомбировали. Как эти придурки. Да поповские это все. Да зомбировали. Гуру. Их никто не слушается. Гуру. Гуру это как ругательное стало. Ну то есть. Такое. И все время. Это идут те же самые. Гуру. Младостарчество. Сказал Осипов. А Осипов. Так кто у него. Где. Ученики какие-то. Ну перед ними говорит. Ответственности это нет. Если вот я говорил ему. Кому-то. Вещь там пришел. Спрашивание сделано там. Или неправильно сделано. А кого он спрашивает. Где. Нигде ничего нет. Все это. Вилами по воде. Ничего нету. Конкретно. Он не может показать. Вот изменения. В обстановке. В природе. В людях. Нет. Ничего нет. А вот он набрался. Это из книжек. А опыта-то никакого и нет. Ты его на деле. Встретившись с этим человеком. Ты увидишь сколько из него полезет. А у него этого нет. Работа с личностью. Почему профессор. Бритый в галстуке под 80 лет. Масончик какой-нибудь. Я к примеру говорю. Другие священники выходят. Ты конкретно с ним. По обстановке. По работе. Поговори. Посмотри его послушание. Что будет. Как. Это. Я больше не приду сюда. Ругается. Матеряться. Прямо. На всякое разное. Ну. Все это пройдет. Видимое временное. Невидимое величие. Они ничего не могут показать. А мы можем показать. Нам интересно. В поте лица есть хлеб свой. Вот я показал пример. Как. Палатку из себя. Обыкновенная палатка. 2 на 2 метра. И как сделать. Чтобы она одновременно тебя защищала. От жары. От дождя. От паутов. Комаров и мошек. И можно было отдохнуть и заснуть. На 2 человека. И. Я дошел опытным путем до этого. И. И показал. Как она строится. Какая высота. Просто палатка. Материю. Можешь купить 2 на 2 метра. И. Что из нее можно сделать. Это тоже для меня новинка. Как я. Сам. Прошел это дело. И. Увидел. Как лучше другому посоветовать. И. Притом. От дождя. Спасаться. Это же немалое дело. Когда ты сухой. Ну. Вот так. И. Показать наши ресурсы. Тогда уже. Вот. Это. Мой мир. Сюда я переношу все. С видеоканала. В начале видеоканал. Где-то ставить. Я только замки снимаю. Ну. Вообще. Раз молиться. Батюшки не было. Виктора не было. Виктора не было сейчас. Не знаю. Кажется Виктора не было. И никто златоусты не считает. Но я тогда вышел. Но я тогда вышел. Сказал слово. По нужде. Вот. Ну и дальше. Тут. Я в шапке нахожусь. Вот это именно тут сообщение. Тут можно писать. Это вот у нас православный форум. 1600 тем. Посмотреть сколько вчера было. Вот. Вчера было 330. 330. Ну. Для нас 330 это посещаемость. Никакого спора-то нету. Приходят. Люди берут. Ну и. Вот уже сегодня отзыв какой-то номер один. Что тут такое. Таре играет и поет. Вот. Какое-то. Идища. Рехты. То ли фамилия. То ли зашифровался. Вот. 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 Видишь. Вот как раз и пользователь. Саша. Мура. Все. Смотреть этого умного старичка не могу. Больше я не понимаю. Кто он. То ли баптист. То ли православный. За пашки старообрядца. Чушь какую-то. То есть. Видно, что это не мусульманин. У него неуважение. Ничего нет. Зашел в наш дом. Ну и здесь теперь он решает. Так ну не заходи. Много же в интернете что есть. А уйти уже не может. Он знает. Вся остальная эта пустота. Того не стоит. Вот. Вот. Сорок пять лет. Дети здесь в лагере. Заголовок. Двенадцать человек пришло за это время. Тринадцать. Вот. Бульдозер снижает с платформы. Конкретно. Восемнадцать. Это просто показываю. Где лучше ночевать? В доме или в палатке? Двадцать два просмотра. Вот так. И очень большой-большой православный библейский сайт. Это пятьдесят пять тем. Но одна из этих тем – это внутренний мир человека. Вот. По одному вопросу беру. Смотрю. О-о-о. Почему-то не увеличено тут. Слабенько так. Но так и буду уже. Вопрос тысячи тридцать семь. Третий том. Протестанты говорят, Бог всегда, прежде чем повелеть, изобразить что-либо, показал образы или конкретно, что нужно сделать. Откуда вы православную взяли, что Бог повелел вам изображать святых и Господа? Что им отвечать? Это мне задают. Я за кафедрой стою в университете. Ответ. Исход 27-8. Сделай его пустой внутри, досчатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделает его. Показано было небесное, чтобы Моисей спроецировал на землю. Значит, Моисей видел Херувимова и более ничего. Все остальное только как напоминание, но уже с земными понятиями. То есть, мы ценим золото, и Бог повелевает сделать золотую дощечку с именем Господа и представлять, что это Господь. Исход 28-36. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезает на печати святыня Господня. Исход 39-30. И сделал полированную дощечку диодимы святыни из чистого золота и начертали на ней письмена, как вырезают на печати святыня Господня. До искупления рода человеческого все праведники шли в преисподние места, все до единого. Туда же сошел Иоанн Креститель. В Бытие 37-35 собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Лука 7-20. Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам. Поэтому Моисей и не мог увидеть на небе ни одного образа праведников, но имена их святых были уже записаны у Господа. Исход 32-32. Прости им грех их, а если нет, то изглади меня из книги твоей, в которые ты их писал. Поэтому и не было изображений в Скинии, но были только имена по образу небесного. Исход 28-29. И будет носить Аарон имена сынов Израилев на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом. И положи на наперстник судный витые цепочки. Положи на оба конца наперстника, и положи оба гнезда на обоих плечах, на нарамнике с лица. Когда Господь вывел из преисподней всех святых на небо, то по образу небесного их изображение мы имеем. Исход 24-8. Посему и сказано, вошед на высоту пленил плены, дав дары человека, и вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Вопрос 1073. Третий том открытым оком. Спаситель молился в Гефсимане, а ученикам своим заповедовал в это время. Марка 14-38. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же невыщен. Для чего он повелел им бодрствовать? И какое такое искушение могло быть? Ответ. Бодрствовать, то есть не спать, приготовиться к искушению, испытанию. Когда учащийся спит, а его спрашивают, то какой у него вид, какое у него выражение на лице? Серахов 22-78. Получающий глупого, то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего глубокого сна, рассказывающий что-либо глупому, то же, что рассказывающий дремлющим, и которые по окончании спрашиваешь, что? Вот в таком неготовом состоянии оказалась целая страна 22 июня 41 года. Господь предупреждал, чтобы мы были готовы покинуть эту землю в любой момент. Матфея 25-13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. 1 Петра 5-8. Тризмитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий левый, ща кого поглотить. 1 Коринфянам 16-13. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16-12. Будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней с благодарением. 1 Фессон Нихельцин 5-10. Умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с ним. Иоанн Златоуз говорит, что испытания тем невыносимее, чем они неожиданнее. Это же было и в революции 1917 года. Как неожиданный лесной пожар, который пожрал и царя, и всю династию. Вопрос 1074. Третий том открытым оком. Обладаете ли вы даром пророчества? Если да, то что это? Божья благодать или жизненный опыт? А если нет, то кому дается дар пророчества? Знаете ли святых старцев в наше время, на которых сошла Божья благодать? Ответ. Сегодня совершенно неправильно понимают слово «пророчество» и думают, что это означает знать будущее. В первой апостольской церкви пророками назвались все проповедники, обличающие мир, свидетельствующие о пришествии Христа. Пророческие речи проповедников побуждали людей признавать себя грешниками. И они падали с раскаянием в церкви. 1 Коринфянам 14, 24, 25. Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаружатся, он падет вниз, поклонится Богу и скажет «Истинно с вами Бог». Я могу смело сказать о себе, что я не пророк в общепринятом значении. И столь же смело могу похвалиться моим Господом, что Он мне дал дар, слово свидетельствовать о Его любви и нести это слово неповрежденным для русского народа, чем я уже занимаюсь 40 лет. В проповеди о Христе мне помогает и моя память, и трудолюбие, и знание Писания, и очень большой жизненный опыт. Многие подходят и говорят, что то, что я сказал им, якобы сбылось, но я в это не верю. Считаю, что это просто совпадение. Пример. Я очень устаю, работая за пишущей машинкой до 15 часов в день, без выходных, даже в праздники воскресенья. Жена приходит с работы. Я посмотрел ей в глаза мельком и просто так, как мне показалось, брякнулась. Что-то ты веселая пришла с работы, как будто крадуешься от меня. Купила и съела 130 грамм шоколадных конфет. Она так и села на кровать и воззрелась на меня. А как ты это узнал? Я знала, что ты всегда против этих конфет, что они вредны для здоровья и запрещаешь мне их брать. А мне так хочется их покушать. Я купила у себя на работе в киоске ровно 130 грамм. И пока шла, все съела. Если это считать пророчеством, то я пророк по чужой требухе. Не более того. Но все же Господь любит нас и предупреждает об опасностях. Мы верим всем пророчествам, написанным в Библии. И через это делаемся проводниками их. А кому дается пророчество и с какой целью, это знает только Бог. Я таких не знаю, не ищу и не интересуюсь. Недавно мне сделали тяжелую операцию на позвоночнике под общим наркозом. Мне рассказывали, что после наркоза память слабеет и не возвращается. И я сильно этого боялся. Потому что мне хочется еще послужить своей памятью для ближних. Передать им свой опыт и знания. Операцию делали мне в Алтайской краевой больнице в нейрохирургическом отделении хирург Литягин Герман Владимирович и заведующий нейрохирургическое отделение Долженко Дмитрий Андреевич, который стал профессором. Операция была проведена очень успешно. До этого меня возили на коляске. А сейчас я катаюсь на велосипеде. Хожу пешком километры. И никто не догадывается об этой операции. Я помнил, как мне в рот вставляли шланг. И снова пришел в себя только в реанимации. Я совершенно ничего не чувствовал во время операции и во все время продолжения. И находился в нашем детском православном лагере Стане. Но ни в чем не участвовал там. Я видел детей, сидящих на скамейке возле комнаты отдыха. Был солнечный день. И какие-то светлые, лучезарные воспитатели ухаживали за ней детьми. На душе была неземная радость. Но вот я пришел в сознание и в ту же секунду вспомнил слово о своей памяти. Применели она или ее отрезали. И стал быстро на память считать третью главу Евангелия Теана. И вслед за тем пророка Пушкина Александра Сергеевича. Духовной жаждой утомим. В пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серопим. На перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзость вещей зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он. И их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье. И горь не ангелов полет. И гад морских подводный ход. И дольные розы прозевание. И он к устам моим приник. И вырвал грешный мой язык. И прознословный лукавый. И жало мудрой змеи в уста завершие мои. Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом. И сердце трепетное вынул. И уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул. Как труп в пустыне я лежал. И Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вишь, и внемли. Исполнись волею моей. И обходя моря и земли. Глаголом жги сердца людей. 1826 год. Ну вот так. На сегодня все пока.